Это Максим, я всегда рад его видеть. Мам, да, как-то официоз у нас с вами, да? Я сейчас предысторию прям, пока ты... То есть, вот это... Любимый мной один из персонажей тренинга-практика, это когда человек приходит, ну, не часто, но такой периодически встречается и общается с женщинами в модели аниматора. То есть, я помню Макса, сейчас он сильно, мне кажется, поменялся. Ты же еще там что-то просто дальше продолжаешь прокачиваться. Но сам факт, что сейчас это подушло. Ну, не совсем, конечно, но подушло. Ну, спасибо тебе. А почему, ну, не только мне, почему эта модель аниматора, как ты сейчас сам думаешь, была? Это когда... Эй, привет! То есть, вот такой веселый, классный момент. Ну, можно, конечно, удивить. Ну, возможно, безусловно. Но там идея в том, что просто, ну, свою настоящую личность проще было бы подлести закрыть. Вот и все. Почему? Ну, а потом, ну, потому что я, как бы, своей, наверное, личности стеснялся. А потом, когда, как-то уже, ну, я сам себя, вот, себя полюбил, тогда, как бы, уже вот эти маски перестали... Плюс, может быть, то, что если вдруг что-то пойдет не так, или какая-то, ну, там, скажем, полуконфликтная, псевдоконфликтная ситуация, ты можешь себя сказать, иди, я же так, это, ну... Типа, угораю по-доброму в этом, ну, типа, я же не со зла. Может быть, это, как еще и защитная какая-то штука. Ну, да, может, был туда, с ним, как бы, сказать. У меня, я с женой своей... Ты женат был, что ли? Да, я, короче, с ней встречался 7 лет, а потом был женат на ней 3 года. Вот, это... Мне сейчас 32, если что, я просто... Выгляжу, как ты звук, говорит, нормальный. Мы такого не говорили. Ну, это моя любимая фраза, поэтому... Какая-то она тоже такая... Тебе нравится? Не мотарская. Ну, сейчас я войду, просто уже... Всем это, едемте. В воду войду. Вот, и, как бы, когда начало все, соответственно, уже, я начал понимать, что я вообще вот дальше ничего не хочу. Там начались какие-то претензии, хуиньи и так далее. То есть, ну, я не смог сделать, вот, как вы советовали, вот, сейчас... А, это мало кто может сделать. И я это, как бы, много русских сталкиваю. Я немножко по-другому сделал. Я просто знал, что, ну, что она очень любит, я начал кухать, кусить с хозяйкой и так далее. Я сама сказал, все, давай, короче, расходимся. Но на этом дело не остановилось. Вот, где-то полгода мы все там развелись, пока имущество определили, когда еще не хуевайло. Потом, соответственно, я вот, когда занялся темой, она увидела, что у меня в соцсетях начали, короче, толпки появляться. И сама такая начала мне писать. Хорошо, все, мы с ней пообщались. Я прям вот очень сильно не хотел ничего, но так получилось, что там на старых друзьях, короче. Ну, был секс, и потом, типа, мы начали встречаться. И потом вот эти вот тенки, которые она говорит в какой-то момент времени, там, типа, через месяц, говорят, туда я всех нахуй. Вот, начинается. Я говорю, что дело совсем не изменилось, хотя говорила, что вот ты поменялась. То есть у нас была проблема в основном из-за того, что пиздец просто ревняется. С ее стороны? С ее стороны там просто ад. Там, то есть, добавляешь... А ты не предлагал ей, там, не знаю, к психотерапевту сходить? Вместе сходить в каком-то посидении? Ну, на тот момент времени мне вот как-то, не знаю, там, больше... Так, а как ты 10 лет не прожил? Вопрос просто. Ну, что вот? Ну, нет, ну, очень важно, на самом... Потому что у многих можно... Ну, когда взгляды немножко поменялись. Ну, мы там не все... А это, ну, на тебе как отражалось? У тебя было такое, что ты идешь с ней по улице и думаешь, бля, хоть бы она не увидела, что я сейчас... Якобы, ключевое слово, смотрю на какую-то бабу, болела, блядь, и там... Или, например, ты сидишь в баре, где куча баб вокруг ходит, вот там, ну, куда бы ты их посмотрел, сука, в баре, где женщина? Ты понимаешь, ты априори уже пидорас, ты виноват в том, что на них смотрят. Знаешь, голову поднял такой, и видишь, как она сидя рядом такая... Валит, короче, твой взгляд. Ну, или что? То есть я имею в виду, что насколько это ощущение неприятное, когда со стороны женщины такая история... Ну, я просто все копилось, в итоге комом как бы выделил. Просто там была даже такая ситуация, мы на кипре были, и там какая-то, я не помню, экскурсия. Вайнафель? Такое. Да. Куча бабок. Так вот, и даже там, ну, не то, что ты детенки, которые там ходят, блядь, в купальник, а, короче, просто была девочка, не знаю, я сейчас рад с родителями, мы с ней встретились взглядами, и у меня такая же у нас, типа, чё, блядь? Она мне потом целый день кипала в голову, что уйди, короче, вот ее... Нет, это такое бывает, ты понимаешь, это просто... Он даже сейчас с такой злостью эту разгадывал, блядь, потому что я в этом комбинже, как бы, я столько времени потратил, и вот, как бы, пришло вот это вот ощущение, что она потом встроилась о жертву, что как так, ты, блядь, когда женился... Сплошные манипуляции, вот та же самая картина. А женщины, многие в этом плане, они прямо, им надо медаль давать за манипуляторство. Ты что-то с этим делал, Макс, когда это происходило? Нет. Нет, она ревнует. Ты как-то пытался скупировать, это убрать, объяснить, я не знаю, я за тебя на шоку. Нет, ну, может быть, тебе изначально нравилось это. В чем косяк? Смотри, вот то, что как раз сейчас Тигран хотел начать тему, еще раз повторим для всех. Я говорю, что ты что-то с этим делал или нет, и ты такой... Да. Да, я добавлю, просто я в первую сторону проанализировал, все изначально, но я всегда не так в этих отношениях поставил. Вот и все. Там были отношения типа на равных, но при этом она доминировала. Вот и все. Ты на тот момент это понимал? Нет. Я думал, что это так и нормально. Ну, вот эта модель, когда женщины доминируют в отношениях, это, видимо, модель из них. Может быть, из своих родителей ты взял это. Это могло быть такое, с мамой, с папой, так же плюс-минус общаются. Или у друзей. Ну, почему окружение тоже очень важно? Сейчас прям один вопрос. У кого есть такая история из своей жизни, из жизни друзей, окружения, неважно, узнаете такой кейс, что когда мы сходились, все было вначале зашибись, и когда потом через какое-то время она превратилась в тварь. Ну, то есть, или она начала вести себя... Доминировать. Кто слышал вообще про такую? Слышал или на личном опыте. Не обязательно, ну, то есть, хотя бы краем уха слышать, что так вот люди жалуются. И некоторые, прости господи, там, психологи какие-то, еще эти люди из системы, они говорят, женщины так устроены, и с этим ничего поделать нельзя. Ну, то есть, по такой логике надо, как минимум, не знаю, уходить в монастырь, раз они ничего не сделают. Нет, ну, на самом деле сейчас огромная проблема в том, что проводятся вот эти всякие... Назовем так, да, эти... Да и мужские, в принципе, относительно тоже. Где женщины это все твари, а у женщин тренинги, все мужики, с них можно только высасывать, нужно. Ну, большинство пикаперских тренингов, это вот эта терминология зачет, там, закрыл, не знаю, то есть, там, ну, есть отношение к женщинам, как к мясу, ну, такое. А большинство женских, это... Создала, есть такой чувак, у него термин есть создала. То есть, он до женщин привлекает на тренинг не для того, чтобы наладить их голову в плане отношений, а для того, чтобы они создавали. То есть, вот я сейчас Кириллевич подмигнул, он мне подарит свои часы, и я скажу, я создала часы. И есть чак, где они обмениваются информацией, кто сколько и чего создал. Вот представьте, вот такой человек... Отношение к человеку. Да, с таким отношением выходит жизнь, а какой может быть семья? Что такое семья лично для меня? Ну, я не буду там религиозных этих... Мы все, допустим, в той или иной степени как-то верим в Бога. Ну, кто-то там... У каждого свои религиозные конфессии эти. Я, допустим, считаю... Это мое мнение, я этому придерживаюсь. Что дом – это святое место. Мой дом – это святое мое место. То есть, если это будет не так, то и другие люди будут так же относиться. Тут, ну, неважно, там, с женой, с детьми и так далее. Я когда слышу, когда внутри семьи при детях ругаются матом, ну, я просто... Ну, в моей голове это не укладывается. Это, по сути, ты зашел в церковь или в мечеть, или еще куда-то, и стоишь, орешь матом. Но я воспринимаю это вот так вот. То есть, я зашел в церковь и кричу матом там, на всю церковь. Я нахожусь в святом месте и при этом вот так выражаюсь. Это правильно? По большому счету. Ну, вот, если объективно, то есть, понятно, что реалии таковы, что этому мало кто придерживается. Но нужно видеть последствия какие. В плане того, что начало отношений. Мы все хотим, чтобы с нами были искренними. Чтобы мы знали, кто напротив нас находится. Так это? Все женщины, мы хотим ее насквозь видеть, чтобы понять, она это или нет. Но сами мы при этом являемся такими перед ней. Она выходит замуж за человека, которого, по сути, даже не знает. Она не знает, что ему не нравится. До отношений, вот как здесь примеры, вроде началось все отлично, а дело не в женщине. Она такой человек, как и все. Не важно, мужчина это будет, женщина это будет. Если мы, общаясь с человеком, изначально себя ставим таким образом, что мы в наш адрес позволительно что-то сказать или сделать, любой человек будет... Макс, как с твоей ревностью, да? И оно будет еще больше, еще больше. Как так происходит, сейчас Тигран объясняет. Это трансформация из принцессы в лягушку. То есть... Не может такого быть, что она была такая, и вдруг это резко стало другой. То есть вы ей позволили такой стать. Человеком вы общаетесь, допустим, вы знакомитесь с любым человеком. Вы же не подходите его сразу. Пошел нахуй. Кто-нибудь, хоть рискнет, подойти к любому незнакомому человеку, которого плохо знает, и это сказать. В большинстве случаев вы сделаете это. Вспомните всех своих знакомых. Кому-то вы можете позволить себе это сделать? Ну, относительно. Есть такие люди, которым вот так вот можете общаться. В открытую там. Да иди в жопу. Но есть же люди, которые вы даже не подумаете это сказать. Почему? Потому что знаете, что могут быть последствия. Этому человеку неприемлемо так говорить. Но при этом вы не испытываете неуважения. Вы наоборот еще больше уважаете. И женщины так же. Если она в ваш адрес что-то позволила, ну почему вы это молчите? Вы сразу поставьте курс. Мне это не нравится. Чтобы... Да. Как происходит, еще раз. Один раз... Ну, то есть смотри, вот расскажи про это. Почему они с самого начала, с первых свиданий, не ведут себя, как в обычных отношениях. То есть это же ключевое. Как это происходит? То есть вот эти все ревности. Она с первого дня начала тебя ревновать, Макс? Нет. Нет? Удивительно. А с какого дня? Со второго. И это прям резко началось? Нет? Нет. Ну, это все... Ну, а как это началось? То есть первый раз ты не помнишь какой-то? Ну, было что-то, я не помню. Там какую-то я девушку с работы добавил, началось актуизм. Я говорю, а ты откуда знаешь? Она говорит, я знаю всех девушек, у тебя друзья в контакте. Я такой, типа... И еще я знаю, знаю проект с учили, потворить там. Ну, типа того. И ты говоришь, что? Я говорю, ну, я не могу его удалить, потому что это как-то по-ъебански будет. А она? Что ты сделал сейчас так, да? Я обижусь. Что? Нет. И ты? И я не удалил, потому что мы в итоге разосрались, я сказал, что я делать не буду. То есть была попытка отстоять свое мнение. И, может быть, ты ее реально добавлял, ну, без какой-то задней мысли. Могло быть такое, да? Да, ну, постучалось, сработает. Почему нет? Ну, логика мужика проста, да? А логика нездоровая, нездоровая немножечко. Женщина такая. М-м-м-м, блядь. Понимаешь? То есть логика железная. То есть если ты добавил ее в друзья, ты ее точно выебешь. А просто на работе ты не можешь этого сделать, понимаешь? Это... Надо через добавление в друзья. Главное, потом было сработать, задерживаться, это вообще-то не боится. Ты попытался все-таки отстоять свое какую-то вот правоту. То есть там еще важно, что ты и как ты при этом говоришь. Ну, говорил ты, вот как сейчас парни заметили, начал немножко оправдываться, да? Да, это ключевое было. Дальше вы разосрались. Кто из вас с кем поберился? Ну, я уже не помню, но... А если честно? Ну, наверное, я. Такой ты, Макс, бездобор? Я понимаю. Я тоже держался. Ну, допустим, скорее всего, ты. Почему? Да, вот получается как? Ты говоришь, я ухожу там... Ну, фактически, как это было. Я сам на эти же граждане наступал. Ты говоришь, я ухожу, мне не нравится такая херня. Будет либо по-моему, да? Потому что, тем более, нет причины. Я же не насрал тебе в ботинок. Я... Ну, это никак не вредит твоей жизни, да? Дорогая. Я ушел. И потом ты сделал ошибку. Ну, может быть, надо было вернуться первый и последний раз там, или, блядь, не знаю, какой-то. Ну, после того, как она пришла, мы спрашиваем, Максим, там, пожалуйста, да? Ты бы сказал, нет, я пока не решил возвращаться. Нет. Ты сам, получается, своим действием показал, что ничего не будет, последствий за вот этот мозгодрочь, не произойдет. Я делал так же. Я съемался в отель. Я говорю, я не хочу спать здесь. Все, я уехал в отель. Потом происходило что, что она начинала писать там, прости, извини, да? То есть я, соответственно, из того, что мне было жалко, ну, как так, там же, она же плачет, я возвращался. А получается, у нее в голове откладывается, что? Можно делать эту хуйню, потому что, как бы, последствия, ну, съебется он в отель там, или что, ну, все равно вернется, понимаешь? Фатальных последствий никаких нет. Вот, это так же ситуация, когда мы шли, вот, ну, втроем, как раз мы шли вроде тогда, и жена просто поворачивается, мужу говорит, пошел нахуй. Просто открытым тетям. Вот как ты думаешь, сразу ли с первым свиданием? На третий день знакомства она могла бы себе позволить? Вы сидите на третьем свидании, там, сосетесь, там, ну. И вдруг она поворачивается, говорит, пошел нахуй. Такое может быть вообще в теории, вообще может быть такое? Даже в теории? Не, может и может? Ты в этот момент что сделаешь? Ну, я пошел тогда нахуй. Нет, ну, сейчас, конечно. А тогда нет. Ну, если в разрезе того у меня... До тренинга или после тренинга, который был тогда человек, как бы, и в разрезе этих отношений, то я бы, ну, наверное, съел бы. Ну, просто, ну, многие из тех, ну, кто еще не женат, и у кого там не были, допустим, серьезные отношения, почему опять все это, ну, разошлось так? Опять эти обиды? Зачем вообще человека подпускать? По сути, мы что делаем? Мы привыкаем к этому человеку, зная, что, понимая, а в некоторых моментах даже бессознательно, как вот у твоего одноклассника был пример, а почему вроде разошлись-то? Причина какая? Спрашиваем у него. Он говорит, ну, надоело, что она пытается все время командовать. Ну, я говорю, а раньше так не было? Он говорит, да было. А это пустит потихоньку, ты хаваешь, хаваешь, хаваешь. И происходит эскалация этого. Причем параллельно с тем, что эта баба, смотри, типа обратная, как это называется, проекция или как? Уверсная ролей. Ну, нет. Обратная динамика. Чем больше происходит то, что ты хаваешь, тем у нее понижается уровень уважения, желания тебя. Ты для нее меньше становишься тем самым мужчиной, которого она хотела выбрать. Почему они так делают? Это другая история. Может быть, они бессознательно все время хотят проверить, а я не ошиблась. И так ты такой говоришь, да, блядь. А она полностью. Она как, я не ошиблась. Понимаешь, а ты просто проглотил два, она такая, блядь, а может, я ошиблась. Может, у них так, неважно, есть ли у них в башке такой механизм или нет, но это факт. Почему они делают, мы можем долго над этим рассуждать, и это не проблема. Проблема в том, что как на эту хрень не натолкнуться в будущем. Да мы и сами, это сами делаем, ну, бессознательно с людьми. Если взять, там, в школе, не знаю, можете вспомнить моменты. Были люди, над которыми издевались все, а были люди, которым даже непозволительно. А почему? Изначально он это съел, подождал, и пошло. Лично в моей школе был пример, что он был в 11 классе, его первоклассники собирались, просто гасили. Вот такой пример. Но почему другого-то не гасили, именно его? Потому что он позволил. С вами люди будут разговаривать именно так, как вы позволяете. Если при встрече что-то пытался встать и сказать, будет вот так, мы это проглотили, будет вот так, по-другому не будет. Понимаешь как? Не важно, это женщина или мужчина. Многие разделяют эти моменты. Разницы абсолютно нет. То есть, она такой же человек, она будет разговаривать с вами так, как вы действительно, что из себя представляете, как позволяете. Чуть подрезюмирую, подрезюмируешь. Сразу это не происходит, да, то есть это постепенно, с ее стороны. Почему это происходит? Потому что вы раз, скажем, схавали, дали ей это сделать, не показали, что за это могут быть определенные последствия. Никто не говорит, что надо взять от забора, отрывать доску и хуярить ее по голове. То есть, надо просто дать понять так, чтобы она поняла, что тогда наши отношения на этом прекращают. И ключевое, что ее вины здесь абсолютно никакой нет. Проще всего подумать, с ней было что-то не так. Взял нормальную, через год сломалось. Что-то с бабой не так. Вы поймите, что если вы будете так продолжать мыслить, а это к вопросу о том, почему столько подписчиков на всяком там МД, и вот это, ну знаете, движение, вот это все вот эти, когда это, беды несчастные. Потому что люди, думая вот так, им с экранов Ютуба рассказывают другие люди, что да, так и есть, чуваки. И им просто говорят то, что они хотят слышать. Все телки через год после свадьбы ебануются головой. Да, да, они нашли то, что хотели услышать. Но, чтобы так не повторилось, нужно объяснить, что, ребята, женщина здесь ни при чем. Вы будете жить с корешем с работы. Он попросился, говорит, Миша, можно я у тебя поживу месяц? Я с Саратова, мы же работаем, и на работе вы нормально общались. Он как к тебе на дистанции. Через неделю он там, не знаю, насрал, не смыл за собой. Потом сказал, типа, не нравится, иди сам смой. И что-то, 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 что-то. Через месяц он уже, не знаю, спит на твоей кровати, и ты приходишь, говоришь, алло, он говорит, ну, можно я тоже допустил. Можно же было сказать, неважно, как-то сказать, чтобы он понял, что так не прокатит. Почему мы этого не говорим? Нет, почему мы это не говорим? Потому что, может быть, не хочется обидеть человека. А когда он так делает, не знаю, сознательно или без, то есть, ему похуй, хочется ему обидеть или нет. Тогда, получается, кто виноват? Если у тебя нет социального интеллекта или с ним какие-то проблемы, и ты не уважаешь меня, ну, как бы, с хуялем мне должно быть неудобно обидеть тебя. Я вообще никого не обижаю, я отстаиваю свои границы. То есть, просто это надо как-то себе в голову вдалгнуть. То же самое и с женщиной. То есть, я к тому, что на этом вместе могут быть и брат, сват, кореш с работы, женщина, без разницы. Просто вы не должны в этом винить их, потому что, виня их, вы просто будете натыкаться в следующий раз на таких же, на таких же, на таких же. Вы должны понять, что, блядь, если твоя собака срет в углу, то есть, она в этом виновата или нет? Бесполезно, даже если она в этом виновата. Кто ответственен за то, чтобы сказать собаке, там срать нельзя? Если она вновь насрет, принять какие-то меры, это не значит, что надо вот так вот гвоздя и прибить к забору, то есть, какие-то меры, чтобы собака в следующий раз там не срала. Все, чья ответственность? Твоя. Тут то же самое, потому что, если ты меры не предпримешь, пока она еще щенок, она будет срать там каждый день, и ты приходя с работы, тебе будет ритуал. Это будет постоянно происходить. Или че? Нет, ну в плане резюме, в общем-то. У меня просто резюме превратилось в какую-то долгую полемику. То есть, парни, они не виноваты, виноваты будут в том, что вы это допустили. Другой вопрос. Вообще, самое главное здесь, эти все моменты нужно решать сразу же. Не надо надеяться, что человек изменится. Этот человек вам абсолютно ничего не должен. Если вас это не устраивает, вы должны об этом сказать, чтобы человек знал. если он не меняется, вы должны понимать, он не меняется. Но с таким человеком я не хочу находиться рядом. Извини, значит нам не по пути. А что мы делаем обычно? Идем сюда. Блин, спрятали это, что нам не нравится. Вроде столько хорошего в ней, а вот это плохое. Надо его спрятать, наверное поменяется. Ну что это? А в итоге что? Проходит год, два, семь, десять. Это уже вылезло, уже руками машет нам. Эээ, хорош, хорош. Понимаете? Вот кто вот уже побывал в этой ситуации, он должен, это опять же не наши слова просто, это есть конкретный опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова